И чьё-нибудь он сердце тронет, и сохранённая судьбой, быть может, в лете, не потонет строфа, слагаемая мной. 218 лет назад родился Александр Сергеевич Пушкин. Имя его сопровождает нас с самых первых классов. Но что же мы помним о творчестве великого поэта? Что делал учёный кот, когда шёл направо? Господи. А, сейчас песню заводю. Идёт направо. Песню заводит. Налево сказки заводит. Песню заводит. Сказки, говорит. Нет, песни поёт. Что обещала сделать третья девица в сказке о царе Салтане? Родить сына богатыря. Нет, я правда не помню. Родить богатыря. Сына родителя. Да. Какой отравленный предмет дала колдунья царевне в сказке о мёртвой царевне и семи богатырях? Яблоко. Яблоко. Молодец. Что кричал петушок в сказке о золотом петушке? Первый вариант. Кукареку пора вставать. Второй вариант. Кукареку что-то в царстве происходит. Третий вариант. Кукареку царству лёжа на боку. Кукареку царству лёжа на боку. Кукареку царству лёжа на боку. Кукареку? Лёжа на боку. Да. Как долго ухаживал царь Салтан за своей будущей женой? Один день, одну неделю, один месяц, один год. Я думаю один год. Один месяц. Не знаю. Один день. Правильно. Какой титул хотела получить старуха в своем последнем желании в сказке о рыбаке и рыбке? Первый вариант – титул дворянки, второй – титул владычицы морской и третий – титул царицы. Ну, в последнем она, конечно, владычицы морской. Титул владычицы морской. За какую плату работал балда? За три рубля, за три щелчка по лбу, за три подзатыльника, за три поцелуя в лоб. Мимо какого острова лежал путь в царство пушкинского царя Салтана? Господи. Мимо острова Буяна. Буяна? Буяна. Какую песню исполняла белка в пушкинской сказке о царе Салтане? Может быть, Сеню? Нет. Восадули. Восадули в огороде. Кто в сказке о мертвой царевне и семи богатырях помог Елисею найти невесту? Первый вариант – ветер, второй – месяц, третий – солнце, четвертый – звезды. Ой, ветер, по-моему. Я не помню. Я думаю, ветер. Вы правильно думаете? Экзамен по творчеству Александра Сергеевича красноярцы сдали. И заслуженно получили свои награды. Орешки непростые. Правда, без золотой скорлупки, но очень вкусные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова